Всем привет! Сегодня у нас монтаж тор в загородном доме. Катя работает в офисе, а я сегодня буду снимать один. Ехать мне полтора часа в сторону Подмосковья. На объекте будут нестандартные окна и в целом красивый объект. Продолжение следует... Продолжение следует... Кстати, это монтажник, который в дальнейшем конкретно накосячит. Карнизы установлены и мы начинаем отпаривание и развес штор. Бархат нужно отпаривать с изнанки, если кто вдруг не знал. Так, закончился монтаж и развес нашей финальной комнате на втором этаже этого проекта. В таких вот ярких, сочных тонах, таких вот охровых верблюжьих, очень красивых. Очень красивая изнаночная сторона у ткани идет контрастного черного цвета, очень хорошо гармонирует с мебелью. Вот такие тоже подхваты с деликатным руликом, также темного цвета. Скошенные окна можно подбирать на подхват одну большую часть сторону, а вторую тоже либо на подхват, либо оставлять полностью распущенным в прямом положении. Так как здесь шторка не объемная, ее даже, может быть, лучше будет оставлять вот просто прямой. Когда мы все повесили, монтажник просверлил дырку рядом с подхватом, ошибки на 20 сантиметров. Далее расскажу подробнее об этом инциденте. В целом второй этаж мы повесили, остался еще первый, но это уже на другой день будет развес. Мы закончили монтаж, сейчас расскажу, что там было на монтаже. Сейчас заехал в Бургер Кинг, сейчас возьму покушать, потому что, считай, целый день я ничего не ел, снимал видео. Сейчас закажу гамбургер и колу, наверное. Так, вот мне принесли еду. Значит, пепси большая, потом один вопер, сырный соус и картошка фри. Сейчас я поем, подобрею немного, расскажу, что было у нас на монтаже. Вы тоже офигеете. Так, все, я поел, подобрел, сейчас расскажу вам историю. В общем, был у нас же сейчас монтаж. Монтажник просверлил дырку не там, где нужно. Прозевал где-то на сантиметров 20, не там, где надо просверлил. В итоге позвали прораба, клиента на месте не было. Позвали мы прораба. Объяснили, попросили у него обоину. Он нам дал кусочек обоев, я ее обрезал, дал монтажнику, который накосячил, говорю, исправляю свою ошибку. В итоге он так посмотрел на меня, посмотрел на это отверстие, которое он просверлил. И такой, я не знаю, что делать. Короче, типа, я не при делах, мне надо уже ехать, я всю работу закончил. И такой ушел. Я такой, думаю, нифига себе, думаю, что за мудак. А он у нас монтирует в первый раз. Обычно все монтажи наши монтирует наш штатный сотрудник. Но он сейчас ушел в отпуск, его нет. Мы обращаемся к людям, точнее, не к людям, а к фирму. Мы обращаемся к фирму, которая работает на фрилансе. У них есть монтажники. То есть это компания, которая предоставляет монтажников, так проще говоря. Вот от этой компании приехал к нам этот монтажник в первый раз. И так накосячил и уехал. Я такой, думаю, нифига себе. Делаю фотографии, отсылаю их к нему руководителю. Говорю, как это исправлять. Ты руководитель, значит, либо отправляет этого обратно, дурня, который дырку просверлил. Либо сам езжай, едь и исправляй. Он мне ничего не отвечает. Он звонит ему, этому своему монтажнику. У него там все расспрашивает. А параллельно, когда это все ведет, разговор параллельно. Монтажник вышел в другую комнату, и они там разговаривают. Я взял этот кусок обоев, вырезал кусок, ну и это отверстие заделал. Если всматриваться, то видно. Но там не то, что там отверстие, а такая небольшая-небольшая, как вмятинка. Но я там сделал. Реально, если бы, например, любому человеку сказать, который не знает, где это отверстие, он бы даже в жизни не увидел. Оно на самом деле там где-то миллиметров пять. То есть маленькое, малюсенькое вообще отверстие. Но там очень дорогой ремонт. То есть там серьезные люди живут, там очень дорогой ремонт. И очень дорогие обои. В итоге мне присылают фотографию от их руководителя. Фотографию заделанного отверстия. То есть монтажник приходит в помещение, видит, что я уже все заделал. Делает фотографию и отсылает своему руководителю. И пишет, что я якобы этот монтажник сам сделал. И типа, что мы от него хотим. Представляете, что он такой удар. И мне он присылает их директору этих монтажников эту фотографию мою же. Что я сделал, я же сделал. Мне присылает фотографию, типа пишет. Типа, что ты выпендриваешься мне тут пишешь. За такую, типа, незначительное, как сказать, отверстие, которое уже заделано. Его там практически не видно. Меня как это перемкнуло. Думаю, блядь, ни хера себе. Я заделаю ваши косяки, которые твой монтажник сделал. И ты мне еще предъявляешь, что типа, почему я, ну, бочку качу, да, грубо говоря. Я выхожу в другую комнату, звоню ему, блядь, матом восьмиэтажным его крою. Говорю, если, блядь, ты сейчас не решишь ситуацию, да, там, не возместишь там. Или не отчитаешь своего этого полудурка монтажника. Я к тебе сам приеду, блядь. В итоге его конкретно, там, блядь, объяснил ему, о чем куры в Кабарде. В итоге такая ситуация, ну, как вот, это идиотская ситуация. Вот монтаж во всем доме обошелся в 20 тысяч. Вот 20 тысяч мы заплатили монтажнику. Ну, то есть не монтажнику, а фирме. Мы заплатили 20 тысяч. И он уехал. После началась эта разборка. Две тысячи, то есть, точнее, монтаж будет 22. Но 20 мы ему заплатили наличие, а 2 мы ему должны были перевести на карту. За запилы, там были запилы, чтобы подогнать. Вот эти две тысячи, он мне говорит, давай тысячу рублей я тебе переведу. Я говорю, какая тысяча рублей? Тут косяков натворил, тысячу на десять, имя тысячу рублей. В итоге две тысячи я ему, естественно, не стал переводить. Послал его на три веселые буквы. Значит, ситуация какая? Позвонили мы клиентке, объяснили клиентке всю эту суть, что такой произошел косяк. Клиентка не вошла в положение. Она говорит, вызывайте мастеров, пусть они делают просчет ремонта. И потом это все вы возместите. Там был местный прораб, кто это ремонт делал, там был прораб. Я к нему подхожу, говорю, пойдем, посмотришь, оценишь работу. И я тебе просто деньги отдам. Поднялся, посмотрел, говорит, я не знаю, так как там есть нюансы. Внизу там идет, проходит не плитка, а бордюр. Ну, то есть там красивый деревянный бордюр. И он уже приклеен. Если его снимать, то там вообще, там проблем очень много. И наверху идет натяжной потолок, и обои подходят под натяжной потолок. То есть там, блин, там без вариантов. Именно вот если полностью снимать, и тогда надо потолок поднимать, то есть убирать потолок, потом убирать внизу там, куда обои уходят. То есть там делов выше крыши, чтобы исправить эту маленькую-маленькую, незначительную, заделанную точку. В итоге, он говорит, я попробую там квадрат вырежу и зашпаклю, а потом заклею обойные. Ну, говорит, я сделаю красиво, ничего там не будет видно. Ну, где-то, может быть, выйдет там тысяч пять, может быть, максимум это все работа. Потому что я потрачу там полдня, чтобы это все сделать, и высушить фенов, чтобы там ничего не было видно. Я говорю, я постараюсь исправить. Если я не получится исправить, и заказчица это увидит, там будут глаза бросаться. То придется, конечно, делать конкретный ремонт, убирать вверх, убирать вниз, там, куда обои заходят. И рулон клеить этих обоев, где-то, ну, там попадос будет тысяч на 10, может на 15. Ну, вот, такие вот дела. Короче, попали на деньги, но на какую сумму, пока неизвестно. У нас еще будет развес первого этажа. Вот мы когда приедем на развес первого этажа, там тоже будем снимать видео, там тоже красивые окна получатся. Оформим, красиво оформим окна. И как раз нам озвучат сумму, и уже когда все повесим, за исключением этой суммы, за эту маленькую дырочку, мы закроем договор. Просто обидно, вот на самом деле, вот в Москве люди, вот, которые оказывают услуги, вот мы же обратились к сторонней фирме, так они себя ведут. Ну, то есть они не квалифицированы. Оказываем услуги, приезжаем, замеряем, подбираем шторы, вешаем. Мы делаем все качественно, просто идеально. А вот обратились вот к людям на фрилансе, чтобы они установили просто, карниз установили. И они тут так накосячили. Ну, вот видите, как это просто стечение обстоятельств. Наш монтажник штатный, который отлично монтирует, супер вообще монтажник, идеальный, идеальный, золотые руки. Вот он ушел в отпуск, и вот ушел в отпуск, и такой косяк с другим монтажником. Ну, такое тоже бывает. Это, кстати, не первая ситуация. У нас пять лет назад была аналогичная тоже ситуация. Там по вине дизайнера там накосячил монтажник, и там тоже мы возмещали ущерб. Ну, такое тоже бывает. Конечно, обидно. Красивый объект, все. Ну, мы, конечно, все исправим, все будет красиво. Ну, просто у клиента впечатление уже как бы не очень, потому что, ну, позвонили. Мы, конечно, могли бы, ну, не говорить, но мы так не делаем, как бы, ну, это же не по-человечески. Мы делаем свою работу качественно, выполняем, на совесть. Это наш бренд, наше лицо, и мы за свою работу отвечаем. И поэтому мы позвонили, честно признались, что сделали вот дырочку, что мы исправим. Мы как бы заднюю не врубаем, ничего такого, и все исправим. Единственное, вот их руководитель, их монтажников оказался таким мудаком. Такой же мудак, как и этот сам монтажник, блядь. Накосячили, нет бы, чтобы извиниться, сказать, да, мы там накосячили, мы там возместим ущерб, ну, там, всякое бывает. Так оно еще и заднюю врубил, и спон там, ну, ты ж там, мы ж там заделали, и что ты хочешь, типа, нам предъявить за эту маленькую дырочку, там, 10 тысяч, типа, блядь. Ну, короче, трэш. Сейчас я, в общем, еду в офис, забираю Кати с работы, покажу вам цех, даже не цех, а коридор, который ведет наш цех, как из фильмов ужасов. Коридор этот покажу, и цех наш, и поедем домой, смонтирую видео и выложу. Вот этот коридор, в длину он 200 метров. Так как у нас производство, то мы можем арендовать помещение только на промышленных предприятиях. Здесь еще ремонт современной СССР. Я всегда, когда здесь хожу, вспоминаю фильм «Пила», этого чудика на велосипеде в этом длиннючем коридоре. Так, вот наш цех, все уже ушли, домой швейн, рабочий день окончен. Наши столы утюжены, большие промышленные, два утюжных стола. Сейчас покажу, какой тут красивый рассвет и закат. Нет, рассветы с другой стороны, а здесь закаты. Плохо видно, уже солнце село. Так, здесь, конечно, классно. Сейчас мы поедем домой. Я смонтирую видео. Все, Катя, поехали. 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 Какая доставка? Устала? Примерно ничего. Поехали. 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 Редактор субтитров А.Семкин